Всех приветствую! Продолжаем смотреть на картины. Летучая мышь Фердинанд де Бракелер. 1860 год. Дерево-масло 105 на 142. Фердинанд де Бракелер, отец известного бельгийского живописца Андрей де Бракелера. Писал работы на исторические темы в стиле неаклифицизма, а затем переключился на юмористические жанровые сцены. В картине «Летучая мышь» он показал интерьер уютного бюрговского жилища, в котором буквально на глазах все превратилось в хаос. В перевернутой стуле падает посуда, владельцы и жильцы в ужасе буквально сбились ногу. И что же является этому причиной? Маленькая летучая мышь. Случайно залетевшая в дом настоящую охоту, на которую начали еще обитатели до 20 века, под воздействием древнего поверья, усугубленного литературным произведением 19 столерия Жозефа Шеридана и Брэма Стокера, летучая мышь считалась олицетворением зла. Ночью она якобы превращалась в ужасного монстра-вампира, пьющего кровь спящих людей. Де Бракелер использовал это суеверие в сюжете. Взрослые дети проигрывают шустрому летучему созданию, его не так просто поймать. Композиция строится по строгим академическим правилам и по характеру исполнения почти не отличается от жанровой живописи 17-18 веков. Интересно сравнить эту работу с другими произведениями художника. К примеру, у нее есть работа Лолля Мыши, она находится в Москве, в котором хозяева пытаются справиться с обыкновенной полевой мышью, также несут большие потери. Вот такое описание картине летущая мышь Фердинанда де Бракелера я нашел в интернете и вот вам зачитал. Пока-пока, до свидания. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира». Субтитры создавал DimaTorzok